Слонимщина Профессионального образования Игорь не имел, работал водителем. И вот он становится солистом знаменитых песняров. Как это было, что есть и что будет, об этом наша беседа с Игорем, который только вернулся с Москвы, где песняры давали концерт. Как оно было? Отдыхали мы с другом, с друзьями в Грузии, написали мне ВКонтакте. Ну я увидел, что мне написал Роман Козырев. Я всегда знал, я весь коллектив знаю поименно. Написал мне, что я такой-то, такой-то Роман Козырев, художественный руководитель. Мы увидели ваше выступление в Молодечно, когда я пел с оркестром Финберга. Я как раз пел две песни песняров из их репертуара «Жнея» и «Литвинка». Что было в сообщении? Ну просто, как он мне написал? Им понравилось мое выступление, они пригласили меня на прослушивание. Ну спросил у меня в сообщении, какие у меня дальнейшие планы на будущее. Какие у меня дальнейшие планы на будущее, я работаю еще водителем. Когда мне пишут с песняров, и уже начинаешь думать, какие дальнейшие планы, да? Сер-то-йог? Нет, конечно. Конечно, я ходил там сам не свой. Ну, написали с песняров, это моя мечта была. Это было неожиданно, но я ждал, может, чтобы когда-нибудь. Пригласили на прослушивание. Ну, я вернулся с Грузии, приехал к ним. Получается, студия, все в живой звук. Сидишь там, как белая ворона. Ну, что ты знаешь, у меня спросили. Это в их студии было? Да, это у них на студии. Какие песни ты из нашего репертуара знаешь? Ну, я знал «Молодость моя Белоруссия», «Наши любимые Жния». Я вот эти песни для них там спел. И все, он мне ничего не говорил. Он говорит, пойдем в другую комнату. Там у них показал мне студию, где звукозаписывающиеся. Мы были, получается, в помещении, где они репетируют. Большое, хорошее помещение. Он меня завел, где студия, посадил на кресло и начал мне уже задавать вопросы, как я отношусь, если я буду у них работать. Ну, я там, конечно, не показывал, что я там двумя руками за. Ну, конечно, да, было бы хорошо с вами поработать. До нас голоса издалека доходят, и их имена не слиют в веках. Из пламени старец казненный выходит с убитым ребенком, сожженных в руках. Они были готовы хоть на следующий день со мной заключить контракт, но так как я еще работал в «Газпроме», еще был конкурс «Факел». Мы его хотели уже довести до конца, чтобы я не мог уволиться. Получается, я тогда не полетел бы. Надо было уже нашу Слонимовскую ОМГ представить достойно. Ну, мы съездили, выступили достойно, заняли третье место, почетное. Вернулся, уволился и устроился. Получается, я первого числа уволился, второго я уже был принят на работу в «Песнярах». То есть, заключен уже контракт? Да. На сколько контракт заключен? На год. На год три месяца испытательного срока. Ну, то есть, как в любой организации? Ну, да. Надеюсь, в эти три месяца... Войдет нормально? Да. Покажу себя с хорошей стороны. Ты разрушила мечты, камнем с высоты с тобою падаем на землю. Вместе мы, и не спасли любви, и даю две звезды, им не гореть на небе вместе, слышишь ты. Да, дебют был город Каменец. Каменец. В Брестской области. Очень классно приветствовали, мне было очень страшно, если честно. Одеть костюм «Песняра» и выйти, зная только пару песен, а концерт большой, полтора часа, надо было как-то и подпевать, бэк-вокал, как мог. Ну, вообще было страшно, но с тобой на сцене такие профессионалы, что страх быстро прошел и как-то... Ну, тебя же приняли в качестве солиста. Да. Отдельное было представление? Было, да. Вот в этом концерте было отдельное представление, как дебютант Песняров, ну, как дебютант. Как первое мое выступление мне директор, получается, этого дома культуры вручил такую классную, красивую картину. Подарили цветы, мне было приятно. Конечно, поддержка была очень сильная от коллектива. Они просто... Ну, я думал, что это все профессионалы, все зазвездившиеся артисты. Ну, первое такое впечатление, они же-то все звезды как бы именитые, а я что, водитель пришел тут. Ну, ничего, они мне поддержали как своего. Я, можно сказать, с первого дня почувствовал, что я... То есть, армейским духом ты себя не почувствовал? Своей тарелки. Нет, 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 никакой дедовщины там такого нет вообще. Никакой. Никто даже не прикалывался, ну, там, мало ли там, там, салага там. Нет, ничего такого нет. Музыка. После этого где концерты уже были? Потом проходил в Бресте, Жлобин, Гомель, Москва два раза. А что в Москве? Снимались для передачи «Романтика романса». Это канал «Культура». Его будут транслировать в следующем году, не знаю, какой месяц. Мы пели в театре Сергея Безрукова. Второй раз, когда были в Москве, это был сольный концерт. Он проходил в Доме Союзов, колонный зал. Шикарный старинный зал, ему больше 200 лет. Он весь такой напитан историей. Нам сделали красивую классную экскурсию, показали все места, все рассказали. Получается, зал больше тысячи мест, и он был битком набитым. Это вообще как люди приветствовали. И вот получается, это у меня уже шестой или седьмой концерт. Вот так, как в Москве, не приветствовали нигде. Но приветствовали везде хорошо. Но как в Москве, это было просто незабываемо. Люди, такое ощущение, знали каждую песню наизусть. В России, у нас так не знают, как там. На русском, белорусском языке поешь? На русском, белорусском. А как это? Конечно, да. То есть, весь репортуар песняров. Да, уже хоть откладывается в памяти, уже на сцене стою уверенно, более-менее, по сравнению, как в первый раз. Нормально, уже супер. И память крови человеческой тонет. Пришедший сюда, ты замри и застырь. Вы слышите, люди, пылает и стонет, покрытая пеплом деревня коты. А что, первые автографы уже были? Уже были. Они были в первый же концерт. Прямо на сцену, вот когда пели, я спел песню «Наши любимые». Она с блокнотиком, с ручкой. Я думаю, свои каракули этой. Ну, расписался, конечно, приятно. А какие песни тебе доверяют петь? Мне доверяют петь такие песни, как «Белоруссия», «Наши любимые», «Женяя», «Литвинка». И сейчас надавали целый список, которых надо учить. Их много, и сразу их выучить невозможно. А есть разница на белорусскими или русскими? Нет, мне нет разницы. Мне нравится. Я с маленького, мне нравились песняры. А как устроился в Минске? Где живешь? У сестры. Пока на данный момент живу у родной сестры. Ну, мне обещают общежитие. В ближайших планах песняров, если честно, я не знаю. Какие-то города, я не знаю где. Белоруссия? Да. То есть, постоянные концерты, все в разъездах? Постоянные концерты, даже не знаю, на Новый год. Хотелось бы, конечно, дома отметить, но я спросил у парней, говорю, вот вы Новый год как? Вы где-то поете или дома отмечаете? Ну, вот последние три года они где-то все пели. В Литве, во Вьетнаме. Вот так вот они Новый год отмечают. С ветром за дно, где-то за окном. Я не прошу тебя любить меня всегда. Ты прилетай ко мне хотя бы иногда. Скрыть всю дождя, встречай, еблю и в час ночной. Просто лети в мое открытое окно. Немножко о себе. Откуда ты родом? Где учился? Родом я из города Слонима. Учился я в третьей школе. Поступил я в гуманитарный колледж города Гродно на преподавателя физической культуры. Ну, мне все говорили, зачем ты туда пошел. Но я был такой ученик в школе, что как это мягче сказать, разгильдяй. Я плохо учился. И я не знал, куда я буду поступать. Я думал, что планировал. Так, в мыслях. В колледж искусств. Но меня отговорили. Почему? Потому что сказали, у тебя нет музыкальной школы. И нечего тебе там мелок делать. И я, может быть, этого испугался. И просто туда даже не подал документы. Ну, и подал вот на физрука. Петь я начал, можно сказать, ну, с конца школы, может. Ну, вот где-то класс. Ну, как, восьмой класс. Я не помню точно, как это было. Но меня заставили, получается, выйти на сцену. Я, как помню, песня была Любе. Звезды она называется. Или как? Я вышел, у меня ноги тряслись. Ну, надо было от класса кого-то выдвинуть на сцену. А дома кто не спел? В роду. Ну, как, мы все поем чуть-чуть. Нет, так у нас никого поющих из там, где-то кто-то учился. Ну, сестра моя ходила в музыкальную школу, окончила по классу баян. Брат мой на дом реиграл. Ну, все они... Музыканты, ну, не певцы? Ну, все они, как бы, это все дело вот закончили. И все, перестали. А теперь не жалеешь, что вот такая стезя оказалась? Я не жалею, я к этому всегда старался идти. Все конкурсы этих... Куча этих конкурсов одно. Расстройство этих. Ну, стараешься все равно без конкурсов, как мне сказали в песнярах, что ты не артист, если ты не был на конкурсах, если ты не соревновался с кем-то. Это как в спорте. Да. Ну, это адреналин, это и расстройство ужасное. Вроде бы, ты думаешь, ну, ты выиграешь, но... Нет. А тут бац? Ну, было, много побед было. Ты же не можешь быть сильнее, всех. Ты попал в профессиональный отца. Требования там намного выше, сложнее, чем те, которые... Ну, конечно. Требования там намного выше, чем у нас. Тут вышел на сцену, сам спел, главное хорошо, ну, как бы и нормально. Зрителю нравится, и слава богу. А там ты должен от начала концерта до конца быть всегда с улыбкой, всегда быть настроен. Чему меня учили, больше о песняровской манере. она у меня присутствует, но конкретные моменты в песнях. Вот надо вот так вот спеть. Вот так вот. Как вот, например, спел когда-то там Борткевич или там кто-то другой. Надо поддерживать просто этот стиль. Имидж. Имидж. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Продолжение следует...